добрый день дорогие друзья сегодня второй день вчера я буквально полчаса мне не хватило чтобы все это делать осталось вот я всю базу я уже сделала теперь осталось мне рукава вставить карманчики пришить еще приготовить для пояса место ну короче рукава уже заготовленные вот они не хорошо выглядят два рукавчика тоже я сделала точенную такую точила такой кант и вот рукой рукава у так обточила мне нравится такой способ обрабатывания этого лодана так выглядит как-то солидно кстати вот эту куртку которая зеленая тоже также обработана она была ну вот будешь оставлять рукава и смотреть как дальше буду обрабатывать надо еще край здесь обработать и плюс еще хотела посмотреть вообще как длина будет их что я с низом буду делать потому что я сейчас на кукле примерила мне как-то низ не очень нравится но посмотрим как будет это когда все готово будет вот приступаем к работе вот я в первую очередь что я делаю вставляю иголочками рукав раньше когда мы учились мы могли наживуливать смотря какая ткань знаете когда вот хорошая такая плотная пальтовая ткань то лучше ее конечно взять вот здесь нужно рукав сборить слегка в плевочевой стороне и специально гладить нужно было но знаете это лодан лодана типа вы счете вязаную кофточку найти вот так и так как у меня спущенное плечо и по ровному краю вырезан рукав не такой он глубокие проймы поэтому здесь не нужно обязательно где-то прихватывать где-то убирать здесь вот именно по кругу аккуратно так что входило все эти аккуратно смотрю и хватает только вот именно иголочками сколоть тоже пройтись просто я здесь не буду накладной шар делать я делаю просто сшиваю и потом смотреть наверное или я пройдусь оверлогом скорее всего чтобы аккуратненько было этот край или оставлю так я еще не знаю сейчас посмотрим как она прошьется как будет выглядеть вот смотрю чтобы плечевая линия правильно лежала там где я наметку сделала для плеча и также вниз тоже где шов так как у меня вот именно цельнокройный рукав не с двумя вот именно есть такой двойной рукав нет у меня простой рукав ровный и вот я сейчас буду по кругу прошивать простым швом не составлять буду вторую рука таким же образом ну вот приступаем вот друзья сейчас вставили вставила я рукав оверложила его вот видите просто верлогом прошла все и выглядит вот так он вставленный конечно потом нам не будет лучше выглядеть хорошо выглядит без всяких растяжек следующим делом что я сейчас буду делать это вставлять карманы карманы вставлять сейчас примерять смотреть куда карман нужно ставить и потом я буду смотреть как по длине мне нравится или я обрежу тоже такую тесьму эту тесьму накладным опять пыщу я еще не знаю это точно по краю пройдет тесьма а здесь я не знаю что буду тесьму ложить или нет этим сейчас будем буду еще заниматься заранее заранее мне нужно сделать карманчики и сейчас я это все строчу и потом будем аккуратно строчить карман двойным слоем потому что мне нужно чтоб конечно надежный карман был и буду смотреть куда его это сейчас пойдет на кухню и будем примерять субтитры создавал DimaTorzok а здесь я хочу сказать, что Украина субтитры создавал DimaTorzok и теперь такубтитры создавал DimaTorzok и теперь такубтитры создавал DimaTorzok я, я буду на канал и ДимаTorz, я вам покажусь вот друзья я сейчас померила и наметила где я буду карматы карманчик иметь здесь вот как раз по линии и сейчас на другой стороны перемещу тоже также утром на лежать 15 все чтобы параллельно было сейчас ему хорошенько прикладываю и на другой стороне таким же образом приложил примере его и и он не длинноватый чуть-чуть этот я его по колено делал но мне как-то по колено сейчас такой грубые пальто не очень нравится по колено я сейчас его чуточку окорочу и сделаю этот же бортик на чем не ткани на бортику больше не было я здесь этим тем что скорочу я могу выиграть чуть-чуть ткань сейчас его полностью по кругу прикалю карман так и таким же образом я сделаю на другой стороне знаю что с обе стороны так на метку сделаю метку делаю таким образом здесь уголок здесь уголок и этим уголками я буду ориентироваться здесь уголок также вот этот уголок как раз я рисовала здесь вот идеально вот рисовала я вот смотрите карман рисовала на глаз и делала смотрите сейчас тоже время время мерила глаз и вот прям по этим же меткам как и было прикольно такое тоже бывает да что угадаю так вот это не меточки на метки а сейчас прикладу предложу положу прикладу чтобы одинаково было да и здесь уголок следующий уголок и так же сейчас посмотрю что полно лежал в краю вот теперь буду сейчас просто прострачивать карман как пальто и здесь на другой стороне будет ровненько будет ставленный карман будет он болтаться туда-сюда все будет так как надо у меня уже есть такая курточка она коротенькая совсем я в ней мерзла что она коротенькая была но зато тоже карманы прикладывала я любила этот карман он наверно еще больше был чем этот карман там такой здоровенный карман там я говорю пакет чипсов влазил на игральной площадке я вышила специально на игральной площадке всегда в кармане что-нибудь держать булочки или еще что-нибудь вот именно такой удобный карман был но это тоже объемный телефон глядит хорошо вот это я буду сейчас пришивать и заранее уже могу его убрать или это потом стены субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, друзья, я хотела вам показать. Я решила все-таки не делать край внизу с этим бортиком, потому что как-то он мягче смотрится, когда он просто обтачкой сделан. Я сделала, обточила все. Ну и здесь по краю, здесь впереди я обязательно бортик сделаю такой. Сейчас буду все отстрачивать. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, друзья, показываю вам результат. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот, смотрите, смотрите, спущенным рукавом длинным таким. Длина отличная, сейчас померяю еще и вам покажу. Сначала сама себя приведу в порядок. Так, мне нравится, что я сделала все-таки в середине шов, и он такой закругленный, что он так, знаете, облегает попку. Мне очень нравится. Такой очень объемный, смотрите, капюшон. Он очень объемный, классный. Спасибо, Паушта, что так удобно, легко объяснила, как сделать капюшон. Сюда я, скорее всего, прикуплю какую-нибудь, не брошку, а вот такую закрепку, которую таким треугольником, или сюда вшью еще к петлю. Это надо смотреть. Я поеду сюда, наверное, в магазин тканевый, посмотрю, может, какую-нибудь форматуру сюда. Ну вот, такое пальто объемное. Сделала даже здесь с поиском, но, если честно, мне нравится без поиска. У меня вот тут такой кругленький. Есть эта пальтичка, вот мне нравится. Вот он, ремень. Я покажу ремнем, как он. Поиском, ремень. Поиском. Мне нравится даже без поиска, так как он вот этот объем такой сзади классный, такой круглый. Где без поиска мне как-то больше нравится. Ну вот, сами решайте, напишите в комментариях, как вам нравится. Как он без поиска. Обязательно покажу сейчас на себе это еще. Все. Вот, можно и с поиском носить, конечно. Очень классно. Люблю вот эти объемные карманы. Здесь все, все, вообще, бутылку воды можно положить. Это для мамаш. Отличный карман. Ну и, конечно, классная куртка, которая не только тепло держит, и дышит, и нервается очень. Есть такой объем здесь появляется. Мне даже без поиска больше нравится. Это металлированная. Можно так металлировать тоже. Сюда надо, конечно, такую прикрепку какую-нибудь. Я обязательно посмотрю еще. И край мне очень нравится. Я внизу край не отделывала. Видите, я просто мягкий оставила, чтобы он мягкий и был внизу. А то бы он, если бы я его обстрочила, вот такой накладным таким, то оно было бы все, ну, штайв такой, толстое. А здесь он такой дохко. Мне нравится рука, тоже классно. Теперь придется мерить. Сначала себя приведу в порядок. Ну и покажу, конечно, как это классно выглядит на мне. Да, это объемные караманы. Все объемное, да. Вот я хотела объемное. У меня в прошлом году я шила себе серенькую курточку такую, такую темно-серую. Уже часто показываю. И она была вся утоленная. У нее здесь были выточки, везде выточки были. И по выкройке я ее шила тогда. И она мне сильно, знаете, потом как-то я вот по... Мне не хватало объема, чтобы тепло держалось внутри. Я мерзла в той курточке. А вот эта такая, класс. Ну вот, буквально за полтора часа, час мне не хватило, потому что все-таки возней было с этими обтачками всякими. Ну, час-полтора вот надо вместе с выкройкой все вместе, за два часа это все сделала. Класс. Ну, а сегодня еду еще с своим родителем в гости. Давно уже не видела, давно уже не ездила. Вот такая красота. Надеюсь, вам понравился такой объемный, объемный кардиган пальто. Пишите комментарии. И до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok